И освободившись оттуда, вместо того, чтобы найти своих обидчиков, попытаться с ними поговорить как лев в самой Турции, у тебя есть эта возможность, ты оттуда сваливаешь и начинаешь дома махать пальцем на их стариков, там, отцов. Наконец-то появилось видео, съемка Арсенукаева, которую записали в Стамбуле, в Турции, где он, как он говорит, что эта запись делалась под угрозой убийства его ребенка и жены, и что он вынужден был там ругать власть. Этот ролик выложили на телеграм-канале Security Turkey, и я не буду вам выкладывать сам ролик, кому интересен оригинал, просто переходите по ссылке в описании на мой телеграм-канал, там есть полное видео. А я вам еще хочу показать кадыровца дома и кадыровца в Турции, чтобы вы оценили разницу, как выглядят кадыровцы дома такими львами и как они выглядят в Турции такими зайчиками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Концовка вообще мощная, да? В общем, вот так вот парень выглядел в Турции, был очень покладистый такой, вроде бы спокойный, ни на кого не кричал пальцем, пальцем не махал. Как только уехал в Чечню, сразу изменился, у него появилось вот это вот рвение, помахать пальцем, причем он не может этот палец остановить, он разговаривает, и уже даже не в тему, но палец у него все равно двигается. Знаете, многие могут сказать, Томсо, но там как бы вынужденность, когда вас кадыровские власти задерживают, вы же тоже там, типа, не бакуете. Да, вы правы, так и есть. В том-то и дело, что когда человек находится в принуждении, то да, он говорит, и мы бы это все понимали и простили бы, и никогда бы на это не обратили бы внимания, если бы ни одно, но сравнение неправильное. Когда в Чечне кадыровцы являются властью, и ты там в руках у власти, конечно, ты не можешь бороться с властью. А в Турции эти ребята не являются властью. Они там имеют ровно такое же положение, как и любой кадыровец, который приедет в Турцию. У них там равные возможности, они на равнах. Поэтому, когда ты, оказавшись перед ними, ты ведешь себя как заяц, а потом, освободившись оттуда, вместо того, чтобы найти своих обидчиков, попытаться с ними поговорить как лев в самой Турции, и у тебя есть эта возможность, ты оттуда сваливаешь и начинаешь дома махать пальцем на их стариков, там, отцов, братьев и так далее. Приезжаешь туда с кадыровской власти. Вот это вот крайне недостойно. Поэтому здесь я обращаю на это внимание. Вместо того, чтобы махать пальцами в отношении родителей, можно было бы просто поехать в Турцию и разобраться по-мужски, так сказать, показать, какие вы львы. Ну и к тому же, эти разговоры кадыровцев, что они вот на пути Ахмата, они мечтают умереть на этом пути, не соответствуют их поведению. Люди, мечтающие умереть на пути Ахмата, которые говорят, что любому они в лицо там сказали, Салах Межиев нам рассказывал, что в Саудии, когда его задержали, он им всем в лицо сказал про истину и, в общем, доказал им всем, что он прав, что они мощные. А их последователи ведут себя почему-то не так, как-то не... как-то очень трусливо. И в своем разговоре с Даудовым, я помню, Даудов меня упрекал тем, что, мол, что ж ты, Ислам Кадыров, тебя похитил, а ты соскочил, мол. Сейчас он не работает, говорил мне Даудов. Тогда ладно, он был там чиновником, ты соскочил. Сейчас он не работает, он обычный гражданин. Приезжай, мол, и разберись здесь с Исламом Кадыровым, говорил мне Даудов. Вот я сейчас то же самое говорю и вам. Ни Хасан Халитов, ни остальные, кого вы там обвиняете, они и не были никогда чиновниками, и ими не являются. И они даже не граждане Турции. Они в этой стране находятся в более ущемленном положении, чем вы. Так как вы туда приезжаете, как граждане России, и за вами стоит государство, вас депортируют максимум в свое государство, где с вами ничего не случится. Положение Хасана и его товарищей гораздо хуже. Они, если их депортируют в Россию, то они окажутся в ваших руках, в руках врагов. И в Турции у них нет никакой защиты, они там не являются гражданами, и убежища они там не имеют. Поэтому вы даже в более выгодном положении. Поезжайте, поезжайте, разберитесь. Попробуйте показать, какие вы львы. Я все-таки надеюсь, что мы в ближайшее время увидим этот путь Ахмата Кадырова в действии. Вы знаете, что летом 2003 года старший сын Ахмата Зельмхан попал в аварию, после чего проходил лечение в Кисловодске, и там же у него случился конфликт с дагестанцами. Его арестовали даже. То, что его там арестовали, я знаю. Из-за чего, я не знаю. То есть, с кем у него именно был конфликт. Но знаю, что он там что-то даже, по-моему, стрелял, и его в итоге так задержали. Не знаю всех подробностей этой темы. Но что этот инцидент был и есть, по крайней мере, тогда шли слухи такие, что в его освобождении там принял участие один известный у нас ФСБшник, Юнус Магомадов. И что после этого Юнусу Магомадову там даже одну скважину дали. Такие были слухи раньше. Но это все неподтвержденные данные. Единственное, что достоверное нам известно, что действительно инцидент сам был. Этот Зелимхан был задержан, и его пришлось даже как-то им оттуда освобождать, отмазывать. Субтитры создавал DimaTorzok